Далее в нашем блоке говорим о росте цены и голоде во всем мире. Мир рискует столкнуться с продовольственным кризисом. Это приводит к стремительному росту цен на продукты питания. Продовольственная безопасность – одна из самых острых проблем современного мира. Многие страны на грани кризиса, а значит, в социальных потрясениях. Более всего рост цен ударяет именно по бедным государствам. Сейчас запаса пшеницы хватает лишь на месяц. Белорусы оказались дальновиднее. Еще четверть века назад, сделав ставку на поддержку и развитие сельскохозяйственного производства. И сегодня в условиях санкций наша страна способна не только обеспечить себя качественными продуктами, но и зарабатывать на экспорте сельхозпродукции. Это время президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «золотым» для сектора АПК. И обратил внимание, что в ближайшие пару лет аграриям важно хорошо сработать. При соблюдении дисциплины и технологий будут и результат, и прибыль. И в этой экономической цепочке важен труд каждого – от выращенных зеленых кормов до конечного продукта и вырученных средств. Вот почему, как только поспевают сочные травы, в поля оперативно выходят техника и люди. Мы на поле предприятия «Учхоз» Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. Здесь убирают злаковые и бобово-зерновые культуры. На такую смесь трав хозяйство делают ставку. Их и корова ест охотнее, и молока, соответственно, дает больше. Главное – собрать их и заготовить без потерь, чтобы корм был питательным и ароматным, как летом, а по кормовым свойствам максимально приближен к свежескошенной траве. Почему питательность кормов считается в кормовых единицах? Это что? Кормовая единица – это приравнивается к одному килограмму зерна. Вот это вот по питательности. Начало кормозаготовки – самый важный этап, потому что от первого укоса зависит второй и третий. Если на одном из этапов упустил время, а на доих и при весах можно забыть. На уборке сенажной массы важна командная работа. Так механизатор и водитель всегда работают синхронно. К примеру, если механизатор движется со средней скоростью 8-10 км в час, то водитель будет двигаться точно так же, чтобы максимально заполнить кузов и не было потерь. У Александра Грекова эта жатва девятая по счету, и второй год он работает на новой модели комбайна «Полесье». Работаем с 6 утра до 10 вечера. Комбайн неплохой. Новый, насколько я знаю. Новый, да. Второй год непривередливый. И тут еще раз стоит напомнить о дальновидности белорусов. Техника своя, отечественная. Сел за штурвал и работай. Если вовремя все заготовить, все правильно, это все корма, то и зимой уже будет молоко, привес, телята, все будет, говорю, прекрасно в Калкурсе. Маг us. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы выгодно продать молоко и мясо, нужно его переработать. И эта цепочка в Могилевской области и в стране в целом налажена в совершенстве. Могилевская молочная компания «Бабушкинокрын» как крупнейший переработчик молока в области. Ежедневно сюда стекаются сотни тонн литров со всего региона. Уже намечается значительное улучшение молока за последние пять лет. Если раньше в нашей сырьевой зоне было молока экстрасорта только 35%, на данный момент мы уже имеем 63%. Это очень значимый фактор для нашей области и для нас, как для переработчиков. Высший и экстрасорт идет на производство сыров, кисломолочной продукции, первый сорт на производство сухих молочных продуктов. Последние в структуре производства занимают третью часть, и как раз они пользуются большим спросом в дальнем зарубежье. В этом году к биографии новых рынков добавилась Индонезия. Наши мощности, они, конечно, однозначно недозагружены по молоку, сырье. Мы готовы принимать еще на 30% больше молока, чем мы принимаем сейчас, и перерабатывать на хорошую высококачественную продукцию для наших покупателей. И спрос на нашу молочку есть. Доля экспорта по сравнению с прошлым годом уже прибавила несколько позиций и составляет почти половину объема всей выпускаемой продукции. А это поступление в бюджет области и страны. Вот и получается, что летний день год кормит. Эту простую формулу понимают все от водителя до руководителя. Вы считали, сколько наматываете километров за день? От ста и выше пошел. От этого и зависит зарплата наша. Молоко – та же самая наша зарплата. Во время жатвы, в том числе и зеленой, дорога каждая минута. Поэтому горячий обед, доставленный прямо в поле, очень кстати поддерживает тех, кто с раннего утра и до позднего вечера сидит за рулем трактора или комбайна. Известно – хороший работник, сытый работник. Это щи у нас, кокодельки и подлива. Часов в 12 выезжаем и поехали по полям кормить тружеников. Сенаж, сила, саисена – этот богатый стол кормит молочную отрасль страны. И все виды корма заготавливаются определенным способом. Самый объемный – в сенажную траншею. Таким способом в хозяйстве за сезон планируют заготовить 30 тысяч тонн. Стоимость белка достаточно высокая. Если мы по технологии заготовим травянистые корма с достаточно высокими показателями, нам потом при балансировке данного рациона необходимо в том большом количестве их докупать, чтобы сделать тот именно рацион, который нужен до и на корове, другим группам животных. Эта траншея вмещает 2,5 тысячи тонн грубых травянистых кормов. Объема хватит, чтобы все 9 тысяч голов хозяйства кормились сочной массой примерно месяц. Температура зеленых кормов в траншеи тоже важна. Вот у меня в руках как раз прибор для определения влажности и температуры. И сейчас мы попробуем как раз-таки померить, сколько здесь градусов. Так. 30. 31. 30. Ну что ж, прибор показывает 30 градусов. Нужно сказать, что если температура выше 37, это фактически как у человека, значит с организмом что-то не так. А пока наши аграрии прилагают максимум усилий в обеспечении продовольственной безопасности и откармливают скот, в Нидерландах фермеры протестуют против новых экологических норм. Согласно плану правительства, эта страна ЕС к 2030 году намерена радикально сократить выбросы азота в животноводстве. То есть сократить количество скота. Вот и привели голландские фермеры буренок к зданию парламента в Гааге. И для пущей убедительности завалили силосом двор премьер-министра. Дескать, подумайте, что есть будете. У нас же актуальный вопрос вполне обыденный и вместе с тем важный. Заготовка кормов на длительный период без потери питательной ценности. И здесь на первый план выходят так называемые зеленые консервы. Кормам в стрейч-пленке нет доступа кислорода, поэтому проходит процесс вяления в стрейч-пленке. Поэтому через две недели мы можем использовать уже на форм скоту. План для Могилевщины на этот сезон – заготовить 1 миллион 130 тысяч тонн кормовых единиц. Главное при этом не делать ставку на заготовку какого-то одного вида корма, а чтобы кормовой стол на фермах и комплексах был максимально щедрым для животных. Сегодня делается ставка на заготовку все-таки кормов с первого укоса. По осени, естественно, силос у нас будет заготавливаться из кукурузы. В этом году мы площади кукурузы увеличили порядка где-то на 30 тысяч гектаров. Кормозаготовка, производство животноводческой продукции, уборка урожая зерновых и структура пассивных площадей на будущий год – это постоянная и систематическая работа. На этом сделал акцент председатель Могилевского областполкома Анатолий Исаченко. Земля – наше основное богатство, и она должна использоваться эффективно и давать отдачу. Есть такая поговорка «молоко у коровы на языке». Это значит, что от правильно заготовленного и забалансированного корма зависит качество и количество молока. Это доход для хозяйства и в целом продовольственная безопасность. Вот почему заготовка кормов – наша общая область интересов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова